Кашель, насморк, температура и легкое недомогание. Многие в период пандемии подозревают у себя ковид, так как симптомы очень схожи с ОРВИ. Как себя вести и куда обращаться, узнаем у специалистов. При появлении первых признаков заболевания пациенту необходимо позвонить по номеру телефона своего лечебного учреждения. Также можно обратиться в колл-центр по общему номеру 122. Сотрудники телецентра или поликлиники подробно опросят пациента. При легком течении болезни обратившемуся назначить лечение откроют больничный лист дистанционно. Если же у вас температура и другие симптомы болезни, куда-то идти заражать людей не нужно. После звонка необходимо дождаться визита участкового врача. При первичной консультации пациент предупреждается о том, что при появлении каких-то ухудшающих моментов или высокой температуры держится, например, несколько дней, или появляется одышка и вообще общее ухудшение самочувствия, пациент должен обратиться в поликлинику и сообщить об этом доктору. При этом врач поликлиники выходит на дом, осматривает, либо выезжает в бригаду скорой помощи. При любых подозрительных признаках заболевания, похожих на ковид, больному делается ПЦР-тест. При необходимости пациентам также бесплатно выдают необходимые лекарства. Однако из-за новой волны ковида первичное звено перегружено. Дозвониться в поликлинику или дождаться врача становится все сложнее. Поэтому многие сами идут в медицинское учреждение, чтобы открыть больничный лист и получить лечение. Когда заболела, я тоже звонила сначала в регистратуру, потом не дозвонилась, позвонила на 122 уже. Вот оттуда мне сделали заявку. То есть врач к вам все-таки пришел? Да, а потом врач пришел, сделали мозог, все. Тяжело, конечно, дозвониться. Тяжело. Сейчас увидим, нагрузка большая на них. Они вон тоже, вот видите, сколько народу. Новый штамм омикрон переносится гораздо легче своих предшественников, поэтому и выписывают переболевших ковидом с больничного бесповторного ПЦР-теста. С недавних пор ульяновцы могут прекратить режим самоизоляции по истечении недели с момента подтверждения диагноза, если у них нет симптомов. Такое решение принято из-за того, что в условиях распространения омикрона двухнедельный карантин теряет смысл. На сегодняшний день больничный лист выписывается на 7 дней первичных. Если пациент чувствует, что он не выздоровел или наступает ухудшение самочувствия, доктор осматривает его очно, продлевает листные трудоспособности и наблюдает до выздоровления. Однако отрицательный тест будет необходим, если срок лечения окажется короче 7 дней. Благодаря новым правилам удается разгрузить первичное звено и сэкономить время переболевших граждан.